Всем привет! Вы на канале Жизнь Домохозяйки. И сегодня я хочу вам показать обзор своего огорода сделать и показать вам несколько интересных кустарников, которые выросли у меня на огороде. Вот такая вот тыквочка у меня уродила в этом году. Посмотрите, и мелкая, и крупная, разная. И вот два кустарничка, может кто-то уже узнал, что это за кустарник. Это кустарник, который называется инжир. Растет он у нас третий год. Первый год он у нас дал урожай. Вот с этого кустарничка мы, наверное, полтора килограмма инжира уже съели. И вот посмотрите, какой он. Это еще зеленый. Это еще зеленый. Мы уже больше месяца едим с него плоды. А вот плод, видите, это спеленький. Сейчас я вам сорву и покажу его в разрезе. Видите, какое молочко. Вот, это уже спелый инжир. Его уже можно есть. Он очень сладкий, сочный и вкусный. И очень полезный плод. И детям, и взрослым, и старикам всем рекомендуют его кушать. Вот у меня еще одно такое дерево. Дерево кустарник инжира. На нем больше немножко урожая. Вот видите, посмотрите, какие плоды. Вот это уже зрелые плоды. А вот на верхушках еще, это плоды еще не зрелые. Вот, посмотрите, вот такой вот плод. Это уже зрелый, уже можно срывать его. Вот такие интересные кустарники инжира растут у меня на огороде. Конечно, это теплолюбивое растение. Оно очень любит тепло. На зиму мы инжир всегда укрываем кукурузкой, глужданием. Со всех сторон обкладываем, чтобы ему было тепло. Так мы сохраняем инжир зимой, чтобы он не пропал. Идемте, я вам еще покажу интересные кустарнички на моем огороде. Вот, может, кто-то узнал. Вот такой интересный тоже дерево-куст. Вот, посмотрите, может, кто-то узнал. И называется оно зизифус. Тоже очень полезно. Видите, оно только начинает созревать. Вот коричневое, это уже спелый плод. Начинает вот созревать. Вот такой уже можно срывать. А вот эти плоды еще зеленые. Они зреют до самых морозов. Вот, видите, начинает спеть потихоньку. Вот, вот спелый. Вот с этой стороны очень много спелого. Видите? Вот это второй год, оно дает нам урожай. Вот, вот такие вот деревья. Три штучки у нас. Вот это одно. А вот здесь вот другое растет. Тоже вот. У него очень красивые листья. Такие блестящие прямо. Оно очень интересное дерево. Оно украсит любой огород такое дерево. Вот, посмотрите, плоды вот совсем спелые на верхушке. Это дерево зизифус пришло к нам из Китая. Китайцы на него прямо молятся, благотворят это дерево. Они едят и плоды, и листочки, и даже корни от этого дерева. Листочки они заваривают и пьют чай. А плоды вот такие. Я сейчас вам раскушу, покажу. Вот такие в разрезе. Видите? Они очень сладкие. И внутри такая удлиненная немножко косточка. Эти плоды люди едят от головной боли. Помогают очень они. Употребляют в пищу. И когда у кого давление очень высокое, употребляют такие плоды. 10-5 таких плодов, и у вас давление сразу нормализируется. У кого высокое, станет низким. У кого низкое, поднимется до нормы. Так что употребляйте обязательно этот кустик. Плоды этого куста в еду, в пищу обязательно употребляйте. Очень полезное это дерево. Мы живем на юге Украины, и эти деревья у нас прижились. Особенно зизифус, он не требует особого ухода. Вот посадили мы три дерева, и три дерева прижились. Нам эти деревья подарили знакомые. А вы смотрите внимательно, когда будете покупать, или по интернету, или на базаре. Будьте внимательны, потому что очень много мошенников, и обманывают очень много. Смотрите внимательно, покупайте настоящие деревья зизифуса, и обязательно приобретайте, приобретите куст инжира. Очень вкусный, очень полезный и ароматный фрукт у него. Ягода вот эта сама. Еще я вам хочу показать, вот я сегодня начала убирать, вот буквально минут 15 назад собрала вот бурячок. Ну, еще не весь до конца вырвала. Вот смотрите, какой бурячок у нас получился в этом году. Я уже часть урожая собрала и опустила в погреб. А вот это остатки урожая. Вот еще здесь растет буряк. И еще хочу вам на будущее сказать, каждый год у меня был бурячок помельче намного. Я его очень густо сажала. А в этом году постарались посадить его пореже немножко. И вот такой урожай получился бурячка. Вот видите, какой мельче, крупнее. Но нам все пойдет в пищу. У меня еще вот на огороде еще есть вот такой вот перчик еще. Я еще ничего не вырываю. Он еще немножко растет и нам пригодится на супчик, на борщик, на что угодно. И вот тут еще у меня грядочка с бурячком и грядочка с морковкой. Это мы сажали после Петра и Павла. И вот такой бурячок вырос. Нормальный, можно употреблять в пищу. Он тоже крупненький, видите? Вот такой вот бурячок. Сладкий, вкусный. И цвет хороший сохранен. И вот еще хочу вам показать. У меня растет вот такое вот растение, как чернобривцы. Как вы знаете их? Как вы их называете? Вот. Я этот куст очень люблю. Видите, какой он красивый уже осень. Вот эти цветочки, бархатцы, я вот так вот срываю, мою под краном и завариваю чай из бархатцев. Очень полезный чай. От многих болезней. Просто на ночь очень полезно пить такой чай. Вот. Заварите себе такой чай тоже попейте и попробуйте. Какой он вкусный, ароматный. Ну вот, я вам сделала немножко такой обзор своего огорода. Показала растения, которые у меня растут. Кустики на огороде. Вот. Вот еще клубничку забыла показать. Вот такая у меня клубничка была. Разрослась немножко. Будем пересаживать ее. Ну, на этом все, наверное. Вот. Кому понравилось мое видео, жмите на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Мира и добра. Пока-пока.